В Дагестане в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне подняли в небо воздушные шары с портретами фронтовиков. Эта акция по инициативе Федерации бокса России прошла в 15 городах страны. Затем, как все происходило в Махачкале, наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. Аэростаты поднимаются в небо с первыми лучами солнца. Сегодня у них особая миссия. К ней готовили сразу в нескольких регионах России. Организаторы поздравляют ветеранов в буквальном смысле на высоте. 9 мая акцию отменили из-за неподходящих метеоусловий, ведь для таких полетов нужна особая погода. Как только все наладилось, воздушные шары взмыли в небо. Площадь одного такого баннера почти тысяча квадратных метров. Это для того, чтобы лица героя было видно издалека. На графических полотнах были изображены Булхаким Исмаилов, одрузивший знамя победы над Рейхстагом, и Магомед Салам Умахана, возглавлявший Советские годы республику. Теперь же его именем названа школа бокса. Примечательно, что эта акция – одна из немногих, которую удалось провести даже во время пандемии. Но и она прошла с соблюдением всех мер безопасности. Для того, чтобы это мероприятие провести, это запустить, мы все предусмотрели. Немассовые мероприятия участвует малое количество людей, именно от Министерства спорта, от Федерации бокса, от президента Федерации бокса. И мы участвуем, помогаем в этой работе. Воздушные суда для такого необычного парада выбрали не случайно. В годы войны аэростаты тоже участвовали в обороне, охраняя небо от фашистских налетов. Они поднимались в небо над Москвой, чтобы немецкие самолеты запутывались в стальных нитях, которые были привязаны к воздушным шарам. Это акция – дань уважения советским спортсменам, которые воевали на всех фронтах. Мы хотим поздравить наших ветеранов с прошедшим 9 мая. Я думаю, что от того, что по погоде не получилось, 9 мая запустить. И пришлось с отложенным временем. Хотим поблагодарить Федерации бокса России, которые нам подсказывают такие акции, которые напоминают нам о наших ветеранах. Организаторы акции отмечают, что победа в этой войне досталась нам с потом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта.